Менее часа до начала концерта в Малом Зале Филармонии. Сегодня зрители ждет зажигательная музыка от группы Добра Ночь. Они исполнят мелодии балканских стран. Катерина Семина наблюдает за последними приготовлениями. Катя, я уверена, тебе понравилась музыка в исполнении группы Добра Ночь. Да, Катя, я могу признаться, что музыка мне нравится. Причем, кроме этого, я впервые сегодня услышала эту группу. И могу поделиться своими эмоциями. Это абсолютный восторг. Мне очень сильно нравится. Кроме того, что эта группа существует уже с 97-го года. Для меня это сегодня открытие. Ну и вот сейчас мы наблюдаем как раз репетицию. Я предлагаю небольшой фрагмент послушать. И предлагаю сразу перейти к общению как раз с руководителем. Дмитрий, я вас приветствую. Расскажите нам немножечко про программу. Что сегодня будет звучать с малой сцены филармонии? Сегодня будет много еврейской музыки и народной музыки стран Балканского полуострова. Молдавской, сербской, македонской, турецкой даже. Это только народная музыка или какая-то, например, ваша авторская в том числе? В принципе, это все традиционная музыка. Часть из них, из этих мелодий, они авторские в нашей аранжировке. Даже некоторые наши друзья написали какие-то известные мелодии. Одна, например, из репертуара турецкой классической музыки. Классический композитор конца 19-го века. Но это турецкая классическая музыка. Не совсем то, что здесь привыкли слушать. Будет ли что-то новое, что вы до этого еще не исполняли? Сегодня будут у нас два приглашенных гостя. Из Москвы скрипач, наш друг, и из Иваново. Дело в том, что два дня назад у нас был большой клетчерский фестиваль, и они подзадержались, и мы их пригласили. И это будет сюрприз. Не планировалось. Я когда готовилась к съемке, прочитала, что вашу группу называют такой бродячий оркестр. Во-первых, согласны ли вы с такой характеристикой? И вот если так, то каково вам выступать на сцене филармонии? Нам на сцене филармонии выступать, во-первых, это очень почетно. Во-вторых, достаточно комфортно. Мы здесь уже, я не помню, сколько раз выступали. Прописались, можно сказать, здесь. И чувствуем себя вольготно. На самом деле мы гибкие музыканты. Если мы играем на дне рождения или свадьбе, мы как бы играем, как это хорошо зайдет для слушателей. Здесь на филармонии немножко по-другому, но, в принципе, то же самое. Клезмеры, они всегда их приглашали и на еврейские свадьбы, и на украинские свадьбы, и играть у помещиков на балу. Естественно, они каждый раз подстраивались, играли так, чтобы слушателю было это приятно. Я вас благодарю, спасибо большое. Я еще раз напоследок предлагаю чуть-чуть послушать и насладиться этой чудесной музыкой. Катя, тебе передаю слово.